Итак, мы установили Google Analytics 4 и даже дождались поступления первых данных. Вообще я показал лишь один способ установки ГА4 и интеграции с Universal Analytics через Google Tech Manager. Способов может быть несколько, Tech Manager я настоятельно рекомендую, но и в нем можно делать так, как я показал, а можно через переменные типа константа, но я в этом особого смысла не вижу. В любом случае учесть все исходные данные невозможно, то есть смоделировать все настройки, что у вас есть. Но в 80 процентах случаев установка осуществляется так, как я показал. Значит сбор данных у нас пошел. Тут аналитика безбожно врет, что в последние 48 часов регистрируется трафик. Напоминаю, что Tech мы установили часов 16 назад. Вот наш поток данных. Здесь можно добавить еще потоки для мобильных приложений и можно даже создать еще один веб-поток, но мы этого делать не будем, ибо незачем. А пойдем наконец смотреть на новую аналитику, которая зарегистрировала уже одного пользователя. Это главная страница, здесь собраны самые важные виджеты по мнению разработчиков, а значит самые важные по мнению разработчиков это новые пользователи, количество событий и среднее время взаимодействия с сайтом. Содержание виджетов можно изменить. Позже покажу как, но сейчас нам нужно завершить настройку. Ассистент настройки, как, впрочем, и другие полезные фичи, аналитики, находятся в панели администратора. Ее не нужно бояться и мы сюда будем периодически заходить. По разным поводам. Поток данных зелененький. Что у нас еще есть? Ну вообще понятно, да? Тут семь пунктов и семь шагов ассистента настроек. Когда вы пишете, что задача выполнена, вы закрываете шаг. При этом совершенно не факт, что задача действительно выполнена. А где-то вам предлагают импортировать данные из Universal Analytics, то есть предыдущей версии. Например, конверсии. Вообще не помню, какие конверсии я устанавливал и зачем. Каких-то страниц явно уже не существует. Кстати, еще один повод перетряхнуть вашу аналитику на предмет того, от чего там вообще отслеживается. Какие-то подозрительные конверсии можно не импортировать. Здесь же в панели администратора можно посмотреть, перенеслось ли. И здесь же можно впоследствии подключать все, что не используется. А также можно включить в конверсии существующие события, но об этом мы, конечно же, будем говорить отдельно. Продолжаем заниматься переносом. Значит, совершили действие. Отметили, автоматически задача не закрывается. Так, тут у нас аудитории. И хотя он пишет, что можно подтянуть автоматически из Universal, сделать это он предлагает ручками. Сделаем потом, когда будем говорить об аудиториях. Но, в принципе, можно и создать заново, если у вас не очень сложное сегментирование. Google реклама. Я, кстати, не знаю, подключена ли у меня Google реклама. Подключена. Обалдеть. Тоже можно импортировать. Ага, связь есть, задача выполнена. Ну и, пожалуй, главное, что нужно сделать, это включить сигналы Google. Google сам все будет собирать о пользователе, всю информацию, какая только возможно. Нужно лишь согласиться на это. В принципе, тут дополнительных настроек никаких нет. Список стран, в которых, в принципе, разрешен сбор данных о пользователях. Какие-то страны можно отключить, но, опять же, зачем? И важный пункт. Вам нужно подтвердить, что вы оповестили пользователей о том, что данные о них собираются. Подтвердив это, вы берете ответственность уже на себя. И в случае судебных разбирательств вы будете отвечать перед судом, а не Google. Юридических вопросов мы касаться не будем. Я вслед за Google вас предупредил. За подробной консультацией обращайтесь к юристам. Ну, подключается все вот так. Ну и все. В целом, я показал, как переносить данные из предыдущей версии аналитики в текущую. Оставшиеся пункты разберем ближе к делу, когда будет понятно, про что они. С аналитикой вы уже можете работать. Сейчас у вас установлены две версии и до 1 июля обе работают. Переключиться на Universal Analytics можно вот здесь. Вот старая версия, которая все еще думает, что вы не знаете о переходе. И вот, соответственно, новая версия. На этом мы в целом закрываем вопрос с переносом. Окончательно мы его закроем и уберем плашку завершить настройку, когда разберемся с аудиторией. Но работать вы уже можете. Данные собираются, включая данные о событиях главной фишки Google Analytics 4.